Как же я докачался эту неделю, что же произошло, кто изменилось, чьи яйца круче, дальше, кто это вообще такой, да, у нас осталось 5 атак, уже 27 место, ребят, я так обычно не делаю, но специально для вас. War in Order, play free now! Есть ивент, называется он темная бездна, и что это за ивент, и игроки нашего королевства, а мы находимся в королевстве 14-23, пишите по ссылке в описании, есть все координаты, и есть 10 попыток, 10 атак на, кто это вообще такой, темная бездна, или что это, как называют этого мегамонстра, и за эти 10 атак, чем больше урона вы нанесёте, тем круче ваша прокачка. Давайте посмотрим, что у нас в правилах, после того, как событие будет разблокировано, властелин бездны, так зовут этого чувачка, будет случайным образом появляться на карте мира в течение 24 часов, нет предела максимальному количеству войск, то есть все войска, которые у вас есть в замке, которые вы обучили в течение сегодняшнего дня и предыдущего периода, все они будут участвовать в битве. То есть вы реально можете посмотреть в рамках этого сражения, насколько сильна ваша прокачка в этом королевстве. Напоминаю, что перелетать из королевства в королевство нельзя, то есть нет предела максимальному количеству войск, которые вы можете отправить, чтобы атаковать властелина бездны. Все войска могут быть отправлены, атака не стоит выносливости лорда и силы зверя, то есть вы не тратьте энку. Вы можете получить награду за урон каждой атакой в соответствии с уроном, нанесенным властелину бездны. После того, как событие закончится, награды за рейтинг будут отправлены в соответствии с общим уроном лорда, то есть вы выстраиваетесь в некий рейтинг, который определяет ваш уровень прокачки. Войска, посланные из любой точки на карте мира, имеют время марша 15 секунд, то есть каждое время, которое будет в рамках этого сражения, будет поход длительностью 15 секунд, что важно понимать перед тем, как проходить. Все и новички, и я в том числе делал некие ошибки, то есть утром я пытался, как же я докачался эту неделю, что же произошло, то изменилось. Я пытался делать атаку, но, ребят, первое, важно вернуть все походы, второе, важно прокачать и докачать все нужные и ненужные знания военки, излечить все войска в лазарете. Давайте посмотрим. Возможно, мы что-то можем изучить еще. Вот, к примеру, Острый меч. Исследование Острый меч. 10% еще чуть не хватает у меня камня, поэтому накопаем. Сейчас, кстати, ивент на копку, где я занимаю, на секундочку, 8 место. Это я сейчас вернул отряды. Сейчас быстренько, не затягивая время, мы отыграем бездну и опять копать. Итак, каждый день какие-то ивенты, каждый день что-то новое. Что мы сделаем? Мы, во-первых, должны прожать все бусты. У нас есть поддержки города, светлое благословение, когда вы бросаете вызов королю нежитий и властелину бездны. То есть есть два вида. Король нежитий и властелин бездны. Отличаются они тем, что вы отправляете на властелина бездны все войска, которые у вас есть вообще, в принципе. А король нежитий ограничивается размером похода. Здесь важно выбирать лучшие войска и ориентироваться на количество похода. Итак, друзья мои, специально для вас трачу тысячи кристаллов, чтобы увеличить атаку всех войск на 30%. Дальше. Бонус к атаке улучшенный, нет улучшенного. Бонус к атаке обычный. Еще 300 кристаллов. Бонус к очкам здоровья улучшенного нету. 15. Погнали. Так, пусты прожали. У нас общий бонус к атаке 45%. Ну что, посмотрим, как ваш покорный слуга прокачался на этот момент. Итак, у нас осталось 10 убийств. Это те вознаграждения, которые получает тот или иной игрок, заняв определенное место в рейтинге. Итак, у меня 306 тысяч войск. Погнали. Наша армия марширует. Время похода 15 секунд. Ускорять не будем. Ну что же, давайте посмотрим, какова наша прокачка. Итак, интересно, первый отчет. Отчеты о монстрах. 6-9 урона. Надо хорошие заявки. Каждый, каждый удар. Посмотрите, 111 ваучеров опыта героя. Погнали. Отходим дальше. Войска уже вернулись. 9 убийств. Умщаем от тебя на вас. Блин, важная ошибка, которую вам желательно не совершать. Смотрите, наши войска попадают в лазареты. 239 это немного, но нам каждый вид урона на счету быстренько поизвлечаться. Очень важно, у меня сейчас идет строительство 22 уровня замка. Что это нам дает? Если вы построили 22 уровень замка, то вы можете поднять казарму до 22 уровня и уже воевать Т-8. Ребята, здесь Т-8 настолько сильны, насколько они сильны в викингах. По ссылке в описании скачивайте, пробуйте. Смотрите, я уже на 62 месте. Проверяем периодически количество нанесенного урона. 6,9, все хорошо. Конечно, можно было еще подклепаться. Вот смотрите, сейчас я вам покажу такой эксперимент. Прямо сейчас я улучшу казарму. 2657 кристаллов погнали. Ребят, я так обычно не делаю, но специально для вас я сделаю прямо сейчас 935 лучников и мы сравним объем урона, нанесенного этими отрядами. Есть такая кнопочка ускорить заодно нажатие. А получили еще какие-то плюшки. Здесь плюшки падают просто как неимоверные маны небесные. Итак, у нас осталось 5 атак, уже 27 место. Вы посмотрите, какой урон уже наносят игроки этому монстру. 845, сколько они там наклепали войск. Я даже себе не представляю. Так, погнали, ребята. Вы видите, что войск у нас стало больше. Мы можем посмотреть и зафиксировать каждый бой. Каждый бой сохраняется в соответствующем видеоотчете. Пока мы наносим удар, смотрите. Мы можем открыть и посмотреть, что, какие войска, в каком количестве и в какой последовательности, а самое главное, гибнут. Как быстро это происходит. Можем это ускорить. Можем вернуть обратно. Максимальная информативность. Вот, я нашел ошибку. То есть, у нас было 6 935. Сейчас мы наносим 6 993. То есть, где-то на 65 тысяч урона наносим больше. То есть, если бы вы отклипались, скажем, 10 раз по такому количеству, которое сделал я, то вы бы нанесли на 6 миллионов, получается, единиц больше. За 10 ударов. За 10 на 60 даже. Погнали, третий удар. 17 место. 17 место. А мне осталось еще 2 атаки. Кто у меня здесь рядышком? ТАСС. Японцы ТАСС. Вот они мои сокланы родимые. Но сейчас мы их попытаемся обогнать. Скоро будет Т8. И Т8 будет разрываться. Вы посмотрите, могучка растет уже 1 612 000. Это моя могучка на сегодняшний день. О, рейтингу мощи лорда я нахожусь. Так, где-где-где-где-где-где? На 20 месте. Это в рамках королевства. И это я еще не клепался. Ну, кстати, крутой шмот, ребятки. Ну и что? Итак, 10 попытка. 10 попытка, которая определит, на каком рейтинге в этот момент времени. Иду я. Ну, естественно, до окончания ивента еще не все отыграли, не все сделали нужные попытки. Вы увидите к концу дня, насколько сильно и активно его начнут бить. Кто-то уходит уже спать. Но, на секундочку, 13 место. 13. Я, конечно, немножко думаю, что спущусь. Но, 13 место. Это очень-очень даже интересно. Надеюсь, что я останусь в топ-20. Но, каждую неделю вы можете ощутить на собственных силах, насколько сильна ваша прокачка в рамках этого королевства. Напоминаю, что очень много ивентов здесь никогда не бывает скучно. По ссылке в описании переходите, скачивайте. Ну, и ищите меня в Королевстве 1423, Клан Фас. Так легче всего найти его по аббревиатуре, которая составляет начало нашего плана. У нас сейчас ивент на копку, поэтому вы подписывайтесь, ставьте лайк, скачивайте приложение. Ну, я погнал копать. С вами был Викинг Даниил. Ставьте лайк, подписывайтесь, скачивайте. Давайте уже играть сегодня. Когда в Викингах делать нечего, то в ВАУ есть что делать всегда. Давайте, ребятки, жду вас. Если, кстати, кто-то не хочет прокачивать замок и хочет начать сразу, с 12-го, 15-го, у нас есть академия, которой мы можем предоставить даже замки. Замков у нас дофигища, 10 даже продают в игре, спокойно пишут. Не знаю, можно это или нельзя делать, но пишите мне. Викинг Даниил, королевство А14-23. Вы меня спокойно сможете найти в игре по этим координатам. Всем скол, викинги!